Друзья, это просто провал года. Именно с такими словами я думала начинать это видео, пока вышивка была в процессе. Но видя конечный результат, не всё так уж и плохо. Итак, сегодня я вам расскажу, как я вышивала поручи. Как обычно, в процессе создания какой-то вещи, которую я придумала только в первый раз, я всегда думаю, получится, не получится, получится, не получится. Начало работы. У меня в таком вертикальном формате, и я, наверное, покажу это где-то сбоку, а сама просто прокомментирую. Во-первых, нужно было создать эскиз рисунка. Я это всё нарисовала на планшете от руки. Естественно, перед этим я сделала эскиз поручей на ткани макетной, макетная бязь. Я примерила это на манекене, примерила на свою руку. И, в принципе, это было по размеру. Мне хотелось, чтобы поручи плотно сидели на моей маленькой тоненькой руке. До того, как я начала вышивку, я уже пошила блузку. Здесь тоже где-то покажу. Она из хлопковой морлёвки. Эта блузка специально предназначалась для этих поручей. Вышивала я на бархате. Бархат на хлопковой основе бордового цвета. Я обвела контур поручей. И я не вырезаю их. Я просто намёточным швом обозначаю границы. И границы самого изделия плюс один сантиметр на припуск. Когда у меня такие заготовки готовы, такие заготовки готовы. Такая тавтология получается. Но что поделать? Заготовки готовы. Можно сказать, выкройка. Нужно эти заготовки приметать к пялам. И дальше я пришиваю также намёточным швом мой эскиз на кальке. Ну а дальше мы перебираемся уже на полноценное видео процесса. Начинаю с центрального элемента. Пришиваю стразы. И вокруг страз пришью перламутровые бусины. Пришивать по кальке было ошибкой. Осознаю я это только когда вышью вес узорно с силом. Потому что убрать кальку из-под бусин было проблематично. Поэтому никогда так не делайте. Но может быть я чего-то не знаю. Если есть у кого-то опыт по работе, по вышиванию прямо по кальке, расскажите и поделитесь, пожалуйста. Чтобы ткань не осыпалась, я заклеиваю срезы малярным скотчем. Такую же операцию вы могли видеть в видео по золотному шитью. И, кстати, поручей я делала до сумочки с фермуаром. После того, как центральные элементы готовы, можно приступать к вышивке настилом. Сначала белью я вышиваю контур поручей, а потом уже буду браться за основной рисунок. Одно из самых нудных занятий это то, что когда ты вышел какой-то элемент один раз, тебе нужно его повторить еще раз на другом манжете. И это действительно очень иногда надоедает, когда вы делаете то же самое по два раза. Работала я не спеша. У меня не было каких-то четких графиков, ограничений. Это была работа просто в удовольствие. И когда настил был почти готов, уже по ходу вышивки я решила изменить верхний элемент, потому что мне показалось это каким-то нагромождением. Поэтому я прям по ходу дела и прям по кальке немножко изменила рисунок. И вот настал тот момент, когда вышивка белью уже готова, и можно снять кальку. Здесь я столкнулась с трудностями, и даже мне в какой-то момент показалось, что работа испорчена. Если из-под настила кальку можно достать, например, но здесь пришлось работать не только руками, но и пинцетом, потому что это не так-то и легко. Вот видите, как у меня все это выглядело. А из-под перламутровых бусин кальку было не достать. Все поручи я решила вышивать бисером. Это бисер молочного цвета. И у меня практически вся вот эта вот баночка и ушла на пару поручей. Бисер чешский, размер 10, фирма Гамма, но я так понимаю, это прециоза чешский бисер. Покупала на зоне фасовка, идет по 50 граммов. Хороший, ровный, красивый бисер. Никаких нареканий нет. Но, конечно, в процессе вышивки хотелось сменить его на перламутр, только потому что я начинаю, знаете, в процессе сомневаться. И чем дольше ты выполняешь работу, тем больше сомнений тебя посещают. До бисера в технике сажения побеля я работала только перламутром. Размер 2,5. И в сравнении с перламутром бисер, конечно, намного мельче. Поэтому даже прикрепные стежки после каждой бусинки, ну, это достаточно-таки трудоемкая работа, потому что занимает много времени. Я сейчас поняла, что, в принципе, прикрепы можно было делать и через 2 бусинки. Но я не знаю, почему-то вот я сделала через одну, и, в принципе, мне даже нравится. Почему нет? И знаете, когда у меня появилось сомнение и желание поменять бисер на перламутр, это, наверное, когда был большой перерыв вышивки. То есть, когда я откладываю вышивку на пару, можно сказать, недель, и приступая к работе заново, мне, вот знаете, с новым взглядом вроде бы кажется, что что-то здесь не так, и можно поменять. Поэтому, наверное, все-таки, если какое-то изделие делать, пока есть вот идея, нужно сразу. Я уже показывала вам бисер чуть раньше, но здесь я просто решила показать красивый кадр, как красиво он высыпается на тарелку, и как я набираю его на иглу. Это чисто просто эстетически красивый кадр. На самом деле бисера ушло очень много, и я даже не предполагала такого. Здесь вы можете видеть, что я делаю прикрепный стежок после каждой бусинки. И учтите, что здесь бусинки выглядят достаточно крупными, но потому что это макросъемка. На самом деле же вы можете сравнить размер моего пальца и бусинок. Это очень-очень мелкие бусинки, с которыми очень нелегко работать. Когда настил готов и бисер посажен, можно сделать обводку металлизированным витым шнуром. Я решила использовать не золотую фурнитуру и шнур в вышивке, а серебряную. Хотя вот сейчас на монтаже я смотрю и думаю, что золотая фурнитура и золотой шнур тоже неплохо посмотрелись в этом изделии. Но о чем уже можно говорить, если изделие готово. Работать металлизированным шнуром, конечно, намного быстрее, чем белью или бисером, но также все равно очень трудозатратно и трудоемко. И вот обводка готова и можно добавить еще какие-нибудь декоративные элементы. На этом этапе мне показалось, что нужно добавить блесток. Но когда я приложила блестки к вышивке, показалось как-то совсем не очень. Тогда я заменила блестки на бусинки, то есть на такой же бисер. И на это показалось мне намного, намного лучше. И я пришила их конетелью. То есть просто кусочек конетели, который удерживает бисеринку на ткани. И тут, кстати, на этом этапе я уже приобрела объектив, который может снимать такие очень близкие планы. Потому что для рукоделия, мне кажется, это очень важно показать что-то близкое к крупным планам, чтобы было хорошо, отчетливо видно. Я вот не знаю, как вам, но мне порой даже просто интересно поразглядывать крупным планом какие-то элементы любого рукоделия. То есть сама съемка вот так вот меня тоже очень вдохновляет. это я смотрю и просто не нарадуюсь. Потому что здесь можно рассмотреть и конетель, даже ниточки, и бусинки, и даже каждый стежок, каждый прикрепный стежок после каждой бисеринки. Вы это видите? По-моему, это очень круто. Вот так вышивка выглядит с изнанки. Ничего такого примечательного. Но тем не менее, я вам показываю. Все это закроется тканью. Единственное, я сейчас проклею клейстером. Сделаю это в один слой. Не буду приклеивать никакую дополнительную ткань. Просто проклею, чтобы зафиксировать концы нитей и придать немного жесткости манжетам. Здесь я использую самый обычный клейстер, сваренный из муки и воды. И многие задавали мне вопрос, а можно ли обойтись клеем ПВА? Да, конечно, можно. Почему нет? Просто меня вот как научили на интенсиве по костнику, что проклеить клейстером, вот как делали это тогда. Так мне и стало удобно. То есть мне удобно сделать клейстер и проклеить клейстером. Если вам удобно ПВА, то пожалуйста. Когда клейстер высох, можно снимать изделие спял. Подробное снятие изделия спял я вам не показываю. Это все уже было в видео про золотное шитье. Чтобы не повторяться, потому что, в принципе, один и тот же процесс. И я делаю подклад, даже не подклад, а изнаночную сторону, манжет из хлопкового иката. Но для начала нужно сделать воздушные петли, потому что мы это дело все закроем подкладочной тканью. И здесь скажу я вам честно, с того момента, как я сняла изделие спял и примерила себе на руку, до вот этого момента, где я шью воздушные петли, прошло очень много времени. Ну, недели две или три точно. И мне даже не хотелось возвращаться к работе. Я сняла поручи спял, примерила. Мне они показались большими на мою руку. То есть они были свободны, они не затягивались так, как мне хотелось. Потом мне показалось, что рисунок вообще мне не понравился, как он смотрится в объеме. Потому что, когда вот манжет лежит на плоскости, это вроде смотрится. Но как только ты его так одеваешь вокруг руки, то есть в объеме, получается рисунок изменяется. Меня это настолько расстроило, что я не продумала этот вообще момент. Поэтому я решила как-то это компенсировать и добавить камни. Вот я тут разложила и примерила. В принципе, пока еще не пришита подкладочная ткань, несмотря на то, что изделие снято с пялой и уже проклеено, все равно стразы можно пришить. Ну, это я себе так придумала. В общем, на этом этапе я нахожусь в таком непонятном состоянии, когда вроде проделана такая большая работа, но она тебе просто не нравится, понимаете? Я не могу объяснить словами свое разочарование. Мне казалось, что мне просто нужно распороть и собрать весь бисер обратно в банку. Вот такие вот стеклянные стразы в цапах. Они очень красиво переливаются, особенно в искусственный свет при искусственном свете. Ну, в общем, я решила, наверное, что стразы спасут это изделие, хотя настроение у меня было не очень. Честно, мне даже не хотелось их доделывать, потому что мне казалось, все уже пропало, все на смарку. Но какой-то внутренний голос мне сказал, что ну, столько времени и сил потрачено, и неужели ты оставишь их просто лежать вот так вот? Просто возьми себя в руки и доделай. У тебя тонкая рука, но может быть кому-то они придутся в пору, поэтому просто доделай. А вдруг, когда ты это делаешь, ну, они приобретут совершенно другой вид. И вы знаете, спойлер, так и получилось. И сейчас покажу, что я еще добавила. Оставить просто вот так стразы, они кажутся незавершенными, поэтому вокруг них я еще пришила перламутровые бусины с небольшим расстоянием друг от друга и бусины диаметром 3 мм. и так вроде бы уже стразы приобрели законченный вид, потому что оставлять их просто вот пришитыми. Стразы большие 6 мм, поэтому ну, они как бы выглядят какими-то незавершенными. Ну и все, теперь можно закрывать все подкладочной тканью. Это я шью вручную, хотя кто-то мне говорил, что можно на машинке прошить, но мне просто удобнее, мне кажется аккуратнее сделать это руками. тоже не спеша медитируя, иногда правда запутывается нитка, но это все мелочи жизни. Вообще поручи это часть церковного одеяния в православии и они имеют особый смысл и на них обычно вышиваются кресты, то есть центральным элементом являются кресты. И я сделала как вот в церковных поручах именно такие завязки, то есть петли воздушные расположены в шахматном порядке и пришит шнурок, чтобы шнуровать с одной стороны. На левом поручи это справа, на правом слева. Но я вам покажу чуть дальше. Поручи готовы и теперь они мне уже не кажутся какими-то не такими. Они мне нравятся, они мне действительно нравятся, поэтому это правильное решение, что работу нужно было доделать. Обязательно нужно доводить все до конца. Еще один момент. Уже заведомо на этапе пришивания воздушных петель, а я их сделала очень маленькими, я понимала, что просто так продеть шнур через эти петли я не смогу. Но я вспомнила, что есть вот такой вот инструмент, как он называется, там какая-то петля или что, в общем, это для лица используется, продается везде. И я вспомнила, что у меня есть такая штука в шкафу и в принципе она подойдет как инструмент для продевания шнура через вот такую маленькую воздушную петлю. А потом я просто не буду доставать этот шнур из петель и все. Гениально! И вот здесь уже можно видеть, что воздушные петли пришиты в шахматном порядке и шнурок для завязывания пришит с одной стороны. Это сделано для удобства. Для удобства, чтобы можно было затягивать шнурок одной рукой без посторонней помощи. потому что если бы это было два шнурка как например на ботинках то без посторонней помощи тут уже не справиться. В общем вот такие получились у меня манжеты. На самом деле друзья я вам честно скажу я очень рада что закончила их что все-таки взяла себя в руки и завершила этот проект и по-моему даже вышло неплохо уже сейчас я смотрю на это и думаю что неплохо но мой вам совет 7 раз отмерь 1 раз отрежь это касается всего это касается эскиза это касается выкройки и вообще всего просто просто несколько раз примерьте померьте и тогда уже отрезайте я надеюсь что вы на моих ошибках научитесь и не допустите их вот показываю как завязывается поручи одной рукой особого труда это не составляет можно справиться самостоятельно и пока я здесь красуюсь в поручах вы пишите комментарии потому что мне действительно интересно знать что вы думаете по этому поводу как вам вообще понравилось не понравилось правда мне очень интересно спасибо вам огромное за то что вы досмотрели до конца за то что вы поддерживаете меня и до новых встреч в новых рукодельческих видео